Валентинка 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 А в МТЛ-арене пройдет фестиваль робототехники «Робофест по Волжье-2016» с участием школьников и студентов Приволжского федерального округа. Ежегодно технари в возрасте до 23 лет представляют на конкурс уникальных мобильных роботов. По их итогам лучшие команды разработчиков оригинальных дроидов отправятся на всероссийский этап «Робофеста». Да, еще скоро к нам в губернию придет весна. Саша, ну какая весна? Ну какая весна? Ну до весны еще, ого-го, сколько времени. Ну хотя сейчас, и сейчас, кстати, погода не очень-то и теплая. Минус 8 легкий морозец, переменная облачность, иногда выглядывает солнышко. Это вот сегодня нас ожидает на самом деле. Но так медленно, но верно, мы и доберемся с вами, дорогие друзья, до весны. Ну а чтобы не заскучать по пути, давайте смотреть вместе нашу малолетнюю рубрику «Поколение.ру». Слушай, так хочется Петрова в кино пригласить. Это бесполезно. Петрова с таким балбесом, как ты, в кино не ходит. Не ходит? Ну смотри. Привет, девчонки. Петрова, пойдешь со мной в кино? Вообще-то я не собираюсь. Битва при Ватерло произошла 15 июня 1815 года. Верно. Глоголы во втором лице единственного числа в окончании имеют мягкий знак. А произведение бесконечно малой последовательности на ограниченное бесконечно мало. Ну что, пойдешь со мной в кино? Я позвоню. Ну что, видал? Ага. Слушай, Коля, может это... Че это? Может, я со мной на контрольной геометрии. Вчера все люди планеты отмечали День Святого Валентина. Дарили друг другу подарки, всевозможные открытки, валентинки, плюшевых медведей, конфеты, ну и прочие ненужные вещи. О том, какие подарки были самыми оригинальными, мы сейчас вам и расскажем. Да, жители нашей губернии дарили друг другу фотокарточки, распечатанные прямо на холсте. Можно было распечатать, да хоть на всю стену практически. И это сделать можно было в интернете. Естественно, сервисы уже давно работают в Москве, в Петербурге и в Самаре. Организаторы этого сервиса и, собственно, создатели этих портретов уверяют, что ваша фотография качественно распечатается без искажения цветов и оформят даже в рамку из натурального дерева. Совсем обезумевшим от любви предлагали даже распечатать фотографии, ну вот прям в стену целой комнаты. Представляешь, так просыпаешься и смотришь на свои лица. Просто прекрасно. Очень романтично на самом деле. А вот еще один оригинальный и современный вид подарка – это карманный фотопринтер. Да, конечно, в телефоне фотографии можно хранить до пенсии, но на стену их не повесишь, у сердца не спрячешь, ну и в кошелек, ну это вместо кольца на пальце тоже не засунешь. Поэтому карманные принтеры все еще популярны. С их помощью можно в режиме реального времени распечататься любимые снимки, ну селфи и прочие милости. Вот на День Валентины такие подарки тоже достаточно популярны среди жителей нашей губернии в том числе. Пиньята. Что? Ну пиньята. Что это? Это такая детская забава, когда вот такой, я не знаю, шар из папье-маше вешают на дерево в саду, да, детишкам завязывают глаза, раскручивают его, дают в руки биту, и он должен разбить вот эту штуковину, чтобы оттуда что-нибудь посыпалось. Ага, ну теперь я поняла. Это такая коробка тебе дают, ну как бы, как ты сказал, биту, да, разбить, видимо, в форме... Или кувалду. Или кувалду, да, это, видимо, на День Валентина в виде сердца, да, они делали такие симпатичные штучки. А вот еще, кстати, один достаточно оригинальный способ поздравить друг друга с Днем Святого Валентина, это устроить свидание где-нибудь там, ну на крыше или в других оригинальных местах. Ну или люди создают друг для друга целые квесты. Любимому человеку надо найти пазлы, которые половинка его спрятала где-нибудь, и в итоге получается целое сердце, ну или какая-нибудь надпись такая, типа, я тебя люблю, например. А мне больше всего нравятся простые движения, я дарю их всем влюбленным и даже тем, кого никто не любит. Пусть порадуются. Всем доброе утро, это программа «Простые движения», и мы начинаем утреннюю зарядку. Первое упражнение будут выпады по сторонам. Начинаем с правой ноги, делаем выпад правой ногой вперед, в сторону, назад. То же самое левой ногой. Вперед, в сторону, назад. Повторяем. Левая. И еще раз. Правая. Левая. Закончили. Следующее упражнение. Для него нам понадобятся гантели. Исходное положение планка. Мы будем выполнять тягу одной рукой. Принимаем исходное положение. Ноги можно поставить пошире для устойчивости. Выполняем тягу. Сначала правой, потом левой. Закончили. Следующее упражнение предназначено для пресса. Для исходной позиции мы будем переходить в планку. Приступим. И возвращаемся в исходную позицию. Стойка. И еще раз. Мы закончили нашу утреннюю зарядку. Всем хорошего дня. Пока. День всех влюбленных в феврале. На улице, мягко говоря, не жарко. Поэтому на прогулку с любимым человеком просто так не отправишься. Именно поэтому мы решили провести небольшую экскурсию по самым романтичным местам губерний для вас специально прямо сейчас. Самое обычное, ничем не примечательное, разве что своим названием речка Сок, так и притягивает магнитом всех влюбленных. Через речку перекинут мост, где молодожены и влюбленные, дабы скрепить свой союз, навеки вешают на перила замочки со своими именами. А ключ бросают в воду, чтобы союз был надежным и нерушимым. Этот ритуал лучше всякого штампа в паспорте, гарантирует пламенные чувства и вечную любовь. Поэтому место это так и назвали «Мост любви». А вот самое романтическое место нашей губернии в Самаре, это, конечно же, набережные. И витые прекрасные кованые лавочки, и фонари, и все так и манит тебя и говорит «Не торопись, остановись». Так вот, на самом прекрасном этом месте, на набережной, расположена лавочка, на которой очень замечательно можно посидеть, и называется она «Лавка любви». Сделана таким образом, что даже если вы, например, поссорились или просто решили сесть по разные ее стороны, то все равно скатитесь друг у дружечки. Вот такая лавка любви. Прекрасно, сиренаду можно петь. Также у нас в Самаре есть романтическая остановка, которая так и называется «Сердце города». Расположена она на пересечении улиц Московского шоссе и улицы Киевской. Место там, прямо скажем, не очень романтичное, машин много, шумно, пыльно, зато сама композиция очень выразительная. С таким сердцем на любой улице праздник. А на нашей улице тоже праздник к нам пришел. Календарь губернии. Самая романтичная рубрика прямо сейчас. Сегодня 15 февраля. 110 лет назад, 15 февраля 1906 года, газета «Голос Самары» напечатала статью под названием «Самарские картинки». Именно благодаря ей мы можем узнать о нравах тогдашних городских окраин. Автор публикации, некий временный филитонист, назвал эти районы колыбелью хулиганов и сравнил быт жителей с повседневностью древних славян. Окраинцы встают с петухами и ложатся спать после полуночи. Их жилища просты и не отличаются архитектурными украшениями. Жен и детей окраинцы держат в полном небрежении. Одежда и домашняя утварь незатейливы. Мужчины обладают широкими спинами и сильными мускулами, благодаря чему очень воинственно и все свободное время проводят в междоусобицах. Для своих похождений они избирают предводителя – князя. Он руководит всеми ночными похождениями. Окраинцы от природы одарены язвительным юмором, любят меткие слова и крепкие выражения. Поведал автор. 15 февраля поздравление с днем рождения принимает доктор педагогических наук, профессор, ректор Самарского института управления Людмила Яковлевна Осипова. Также 15 февраля появились на свет выдающийся итальянский ученый, физик и астроном Галилео Галилей, великая русская княжна Мария Романова, русский дворянин, декабрист Михаил Нарышкин, предприниматель и меценат Савва Морозов, татарский и советский поэт, герой Советского Союза Муса Джалиль, актеры Советского театра и кино Нонна Терентьева и Николай Сорокин, профессиональный биохимик, прославившийся благодаря роли Алисы Селезневой в телефильме «Гость из будущего» Наталья Гусева, а также популярный актер театра и кино Алексей Макаров и другие. А именинник сегодня только один – Василий. 15 февраля православные отмечают Великое Сретенье Господне. По народному календарю в этот день зима с весной встречаются. Под стать дню рождались и поговорки. Например, говорили «Сретенье, зима, с летом встретились, солнце на лето, зима на мороз». Народи давно считалось, что на праздник Сретенья ударяют последние морозы. Их так и называли – «сретенскими». Не меньше было и примет на погоду. Считалось, что если метет снег, будет поздняя весна. На это же указывало небо с множеством белых звезд. По погоде на Сретенье судили о будущем урожае трав. Бросали поперек дороги палку и наблюдали – если снег заметет ее, то травы будет мало. А вот если в этот день тихо и солнечно, то уродится лен. Копель предвещала хороший урожай пшеницы, а ветер – плодородие фруктовых деревьев. Это были лишь некоторые знаменательные события 15-го дня последнего календарного месяца зимы. Всего вам самого наилучшего! Уважаемые друзья, напоминаем, что вы можете стать участником нашей программы. Все очень просто – отправить свои фото и видео к нам в группу ВКонтакте, которая так и называется «Утро губерния». Мы ждем. Ну а сегодня к нам яркие кадры попало свежее видео со строительства стадиона, чемпионата мира 2018. Работа по строительству уже выполнена на 40%. Планируется, что через месяц начнется монтаж купола, а сборка его будет вестись в течение всего года. Вот так масштабно и красиво все получается. А с высоты птичьего полета особенно интересно за этим всем наблюдать. А в нашей Марины Барковой буквально каждый день – День всех влюбленных. А все потому, что она, можно сказать, влюбляется в каждого своего персонажа, своих репортажей. Ну, Лин, как тут не влюбиться? Приехала на съемки, а перед тобой сидит умница, красавец, просто легенда. Сам Владислав Третьяк, представляешь? Мы ее потом три дня от балерьянка отпаивали. Первым делом – хлеб-соль и гостеприимные девушки, а хоккей потом. И все же именно ради хоккея он прибыл в Усть-Кенельский. Легендарный вратарь Владислав Третьяк стал почетным гостем Кубка легенд среди сельских команд. Трехкратный олимпийский чемпион, лучший вратарь 20 века рассказал Кенельцам о том времени, когда сам впервые взял в руки клюшку. Конечно, вот из таких турниров рождаются новые звездочки. Я сам родился в Московской области, в селе Орудиево. И никогда не знал, что я буду защищать честь нашей страны на Олимпиадах, на чемпионатах мира. Все в ваших руках, ребят. Ну, я хочу сказать, что мы в свое время, в Совет Союзе, у нас таких условий не было. Но даже формы хоккейной не было. Трудно было купить. Коркин Сергей, Коркин Александр, Коновалов Роман. В последние несколько лет в Самарской области набирают обороты ночная хоккейная лига, золотая шайба, турниры 40+, 18+. В Кенельском районе все хоккейные коробки залиты и заняты днем и ночью. Любительские, молодежные, детские и ветеранские лиги держатся на тренерах-энтузиастах и спортсменах-фанатах. Конечно, у нас сложновато со льдом. Команду приходилось тренировать один год вообще безо льда. Грубо говоря, сухие тренировки и маленькие площадочки. Но парни растут, парни схватывают. В принципе, я им полностью доволен, хорошие ребята. Тем более, я по образованию просто художник даже. Я художник, дизайнер, декоратор. А ребята – это мое увлечение, честно такое. Хочется поднять все-таки в нашем городе хоккей. И хочется, чтобы пацаны не пропадали. Только из-за этого. Чисто энтузиазмом занимаемся. Вышедшие на лед сельские хоккеисты понимали, что в случае победы сбудется их заветная мечта. Награды им лично вручит легенда советского спорта. Любительский турнир в поселке Усть-Кенельском проходит в четвертый раз. В этом году в финал попали четыре команды. Кенель-Агро, Спортград из Отрадного, Сергеевск и Монолит из села Майское. На соседнем поле маленькие звездочки по числу забитых шайб не уступали взрослым. Итак, опасный момент. Выход один на один. Марина Баркова, Дарья Болгова, Алексей Вельмискин. Программа «Утро губернии» из Кенельского района. А у нас в гостях руководители танцевальной школы Мария Рудакова и Павел Бекер. Доброе утро. Доброе утро. Паша, привет. Ну, конечно, празднуем сегодня День Святого Валентина, уже постфактум. И нам очень интересно услышать вашу романтическую историю, вашего знакомства. Как вы встретились? Ну, встретились мы на занятиях танцев. Ну, да, мы на такой истории не ожидали. Итак, и как. Кто на кого первый обратил внимание? Ну, наверное, я, потому что Маша в тот момент уже преподавала. А, ну, конечно, хорошо. А, то есть ты уже был сам учительницей. Ну, грубо говоря, да. То есть ты сразу выходил в первый ряд, чтобы она тебя заметила. Пытался делать все корябе, чтобы больше получать... Ну, как скоро, да, она заметила вообще все вот эти вот телодвижения. Ну, это было уже давно, я как бы не вспомню это. Нет, я вспомню. Так, хорошо. На самом деле мы общаться начали уже не столько на занятиях, сколько на вечеринках. Вот, и как-то неформальное общение, все такое, потому что занятия все-таки занятия. Вот, а на вечеринках уже стали более близко общаться. И так вот все и сложилось. Да, 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 да. Отлично. Вы вообще празднуете День влюбленных? Каким образом, может быть, вспомните самое яркое свидание? Да, Маша рассказывает. Ну, вообще, на самом деле, мы этот праздник не отмечаем. То есть для нас более такая важная дата, там, это день нашего, когда мы начали встречаться, или там, день свадьбы. Вот это мы отмечаем. Некакие годовщины. Вот, да, некие годовщины. А на День влюбленных мы обычно просто тусим на вечеринках. Здорово. Ну, вот, Пашка, тебе повезло. Мне приходится отмечать, помимо всех этих танцев. Я так понимаю, что у вас есть своя школа, и там это именно парные танцы, да? Скажите, что преподаете, что танцуете? Преподаем сальсу, бачату, ча-ча-ча, кизомбу. Кизомба. Да, кизомба, да. Много приходят людей, знакомятся ли там вообще в процессе, вот как вы познакомились? Да, и многие люди ради этого приходят. То есть там есть люди, которые целенаправленно приходят ради этого, вот, но, конечно, мы, как бы, такой целью перед собой не ставим, чтобы люди у нас просто знакомились еще и до свидания. Но, тем не менее, пары уже есть какие-то, которые образовались именно вот в вашей школе? Много таких? Есть, да, семейные пары, у которых уже детки родились, в общем, они уже сейчас, видите, малыши подрастают. Подрастут? Они приходят в вашу школу и еще там нет. Они пока их отдают бабушкам, дедушкам, а сами на вечеринке. Вот, вот, это латиноамериканские зажигательные танцы, которые... Они объединяются и образуют новые пары. Хорошо, вообще сложно научиться, ну, хотя бы определенным наукам, чтобы вот прийти на какой-нибудь вечеринке, на дискотеке, как выйти из сальсу оттанцевать и все, весь танцпол твой? Нет, главное желание и немного усердия, вот, и, в принципе, очень быстро можно научиться. Чтобы энергия была в душе именно под сальсу, да? Ну, самое главное, я говорю, то есть желание, чтобы человек что-то еще вложил от себя в это, вот, тогда очень быстро учатся люди. Вы наверняка к нам пришли не с пустыми ногами, руками, да? Действительно, да, давайте уже от слов перейдем к небольшому такому мастер-классу, а мы вместе с телезрителями насладимся этим танцем, ну и, возможно, немножечко поучимся. Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да? Серьезно. Субтитры сделал DimaTorzok Еще один секрет. Ну вот, знаешь, бывает ремонт, рестайлинг, ну мелкие какой-то косметические там перестановки или еще что-то. Ну как угодно можете это назвать, но все это испытание для ваших чувств. Вот, например, он хочет обустроить квартиру в духе минимализма, она мечтает о комодике в стиле рококо. Ну выясните ваше предпочтение и распределите зоны влияния так называемой. Вы знаете, что эклектика нынче в моде, и как удивительно каждый раз находить новый уголок в вашей квартире, это добавит как раз-таки романтичности в ваших отношениях. Да, прекрасно. Также не забывайте, конечно, о романтических свиданиях не только на День Святого Валентина. Подойдет и набережная прогулка по набережной, и поход в театр, в кино. Самое главное, чтобы было место, где ваша вторая половинка могла выгулить свое нарядное платье, а вы продемонстрировать истинные замашки джентльмена. Это прекрасно. Не забывайте об этом. Еще очень важно, скажем так, не привыкать друг к другу, согласитесь, в наших буднях мы перестаем замечать те самые важные моменты, которые раньше приводили нас в восторг. То есть какие-то комплименты, обратите внимание, как он играет, может быть, и мускулами там на кухне, я не знаю, или как прекрасно она готовит борщ. Все это важно, и что самое главное, не забывайте об этом говорить, ну и не скупитесь вы на комплименты. Это же такая важная составляющая часть нашей жизни. Я вот хочу сказать комплимент нашему репортеру Татьяне Пециной. Такие замечательные сюжеты она снимает, но просто спать не могу. Высок, силен, грамотен и религиозен. Этим критерием должен был соответствовать рядовой солдат пехотной бригады номер один царской армии. Перед лучшими из лучших стояла особая задача – выполнить союзнический долг. В августе 1914 года убийство эрц герцога Франсуа Фердинанда спровоцировало Первую мировую войну. Ощутив серьезные людские потери, правительство Франции обратилось к царю Николаю II за помощью. Русское подкрепление было последней надеждой на победу. Почему стала острая проблема в такой именно интернациональной помощи России, Франции? В Первой мировой войне французские части понесли очень большие потери. И поэтому нехватка солдат могла сказаться на то, что судьба Франции будет решена. И поэтому именно было принято решение перебросить 50 тысяч русских солдат на французский фронт. То есть они влюбились именно во французскую армию. Особая пехотная бригада состояла из двух полков. Один формировался в Москве, другой в Самаре. Несколько месяцев рядовые посвятили строевой подготовке и оружейному делу. А уже в феврале промаршировали к железнодорожному вокзалу, чтобы отбыть к новому месту службы. Путь у них был длинный, потому что бои шли с Германией. И переброска в Европу кратчайшим путем была невозможна. Поэтому эшелоны поехали в сторону Дальнего Востока, оттуда на кораблях французского флота были переправлены в Марсель. Контрнаступление немецких дивизий было отбито. Самоотверженный подвиг русских солдат помнят до сих пор. Эти черно-белые фотографии хранятся в архивах Министерства обороны Франции. На всеобщее обозрение представлено впервые в связи со столетием со дня образования пехотной бригады номер один. Раритетные кадры позволяют проследить путь героев во всех деталях и в условиях боевых действий, и в минуты передышки. В мирное время там в экспозиции даже видно, как солдаты отдыхали, то есть устраивали пляски, выли гармошки. Когда второй полк уходил, на каждую роту была выдана гармонь. В том числе и популяризировали в то время балалайки, то есть выдавались прям солдатам, уходивших на фронт балалайки. В стеклянной витрине – отголоски Первой мировой, которые были обнаружены спустя десятилетия после окончания войны. Компас, штык-нож из частных собраний самарских коллекционеров. Например, у нас вот в Самаре была найдена, так скажем, ветеранские сувенирные продукции, это французский танк, ветеранам Первой мировой войны давали такую сувенирную продукцию. Но, сами понимаете, как мог французский танк 16-й год попасть в Самару, но я считаю, 9% – это только один путь. Это кто-то привез из наших солдат, которые воевали во Франции. Второй экспонат, я считаю, это мундир немецкого солдата Германской империи. Именно этот полк баварский, он воевал в то время, в том месте во Франции, против нашего второго полка. И поэтому вот эти предметы, они перекликаются. Выставка солдата особого назначения открыта в Доме музея Фрунзе до июля. Экспозицию обещают регулярно пополнять. В истории Первой мировой войны до сих пор немало белых пятен. Татьяна Пецина, Вячеслав Потоцкий, программа «Утро губернии». А у нас в гостях Нина Приставка, организатор мероприятий. Доброе утро. Доброе утро. Нина, рассказывайте, как у нас в губернии празднуют День влюбленных? На самом деле, вариантов отпраздновать этот день ярко существует огромное количество, множество вариантов. Но самое распространенное – это, конечно же, необычные романтические свидания, которые влюбленные устраивают для своих вторых половинок. Что выбирали наши жители губернии? Вы знаете, мы устраиваем, организовываем романтическое свидание на крыше дома в Самаре, организовываем в лесу. Это все-таки феврара улица. Вы знаете, есть свои моменты, когда мы этот холод… Точнее, свидание происходит в такой стеклянной комнате на самой крыше, под куполом. Эта комната обогреваемая, но, тем не менее, этот стеклянный купол дает возможность видеть все красоты Самары. Прекрасно. Очень красиво, романтично. Соответственно, свечи, ужин. Безусловно, все это оформлено соответствующим образом. Очень красиво. Вот. Второй вариант тоже как романтического свидания – это такой снежный вариант. В лесу, на лошадях, дальше стол в лесу, в заснеженном, в самовар, в сушке, в бублике. Такой экстремально-патриотический роман. Да, абсолютно на открытом воздухе. Конечно же, мы заранее предупреждаем, что бы наши дорогие гости влюбленные одевались потеплее, но, тем не менее, эмоций у них остается огромное количество, и это намного интереснее, чем, ну, банально пойти в ресторан. Конечно, нет, но это все-таки экстремально. Мне интересно, какой-то человек, соответственно, приглядывает за молодыми в этот момент, все-таки лошади, лес, мало ли куда они забредут, замерзнут, нет связи, и романтическое свидание может превратиться просто в катастрофу. Это экстремально такое место. Абсолютно верно. На самом деле, за всем событием следит целая бригада наших сотрудников, и на всю простоту. Из-за дерева, да? Там орел-орел, я гнил. Да, 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 примерно так все и происходит. Поехали, запускай белочку. У каждого человека непосредственно свои обязанности, своя ответственность, и кто-то следит за меню, кто-то следит за лошадью, кто-то следит непосредственно за оформлением и так далее. То есть визуально кажется, что все это просто. На самом деле задействовано очень много людей, которые стараются, чтобы это свидание прошло, ну, просто на высшем уровне, и самое главное, оставило правильное впечатление и правильные эмоции для влюбленных. Это просто прекрасно. Классно. А так как День Святого Валентина уже прошел, то есть, я думаю, такие свидания можно, в принципе, всегда устраивать, да? Что еще у вас тогда есть вот для влюбленных людей, которые хотят разнообразить свои отношения? Непосредственно различные прогулки, которые можно совершить на вертолете. Ну, это да, это уже, конечно же, там... И прыгнуть с парашюта вдвоем. Вы знаете, да, и прыгнуть с парашюта вдвоем. То есть все, что дает необычные эмоции, которые в будни, вот в обычный будни, мы редко получаем. Вот, также бывает, влюбленные просто заказывают сюрпризы для своих влюбленных. Например, человек в костюме ростовой куклы сердца приходит к влюбленным, да, стучится больше себе в окошко на пятнадцатом этаже, дун-дун-дун, на шариках. Ну, вариант, знаете, какой очень часто популярен, когда наше сердечко, ростовая кукла, это где-то примерно 2 метра роста, такая огромная плюшевая, приносит вашей любимой с утра кофе, где-то полседьмого утра, и букет цветов. Полседьмого утра. Постель, знаешь, не то, что не в дверь поместится. Но, тем не менее, всегда очень хороший итог, результат. Такой вариант был очень популярный, например, когда ты квест устраиваешь в комнате, записочки делаешь, так, подарок таким образом преподносишь. Существуют ли какие квесты, ну, более масштабные, глобальные по городу, например? Как это, насколько это популярно и вообще актуально сейчас? Это актуально, это популярно. Особенно, знаете, в таком направлении для влюбленных, как предложение руки и сердца. То есть есть такое вот направление, и непосредственно, когда предложение руки и сердца делается вследствие вот проведенного такого большого квеста, и когда, ну, девушка, она просто думает, что ее просто разыгрывает молодой человек, что это кончится, ну, обычным каким-то сюрпризом и так далее. А в итоге получается, что там, на самом деле, все серьезно, кольцо и предложение руки и сердца. Вот. Поэтому сценарии, опять же, очень разные. Бывают квесты у нас даже музыкальные, бывают там автопати. Ну, это все индивидуально прорабатывается в зависимости от вкусов, предпочтений человека, для кого это все устраивается. Конечно, ну, самый главный элемент неожиданности. Давайте сделаем небольшую паузу, прервемся на наш традиционный опрос буквально на минутку и снова вернемся. Мы спросили у жителей губернии, как же встретить свою вторую половинку. Итак, смотрим прямо сейчас. Ну, я уже встретила свою вторую половинку. Я думаю, это просто судьба. Надо ждать время и вы найдете свою вторую половинку. Случайно. Познакомились в институте, учились вместе. Ой, вы знаете, это больше к молодежи. И это дело случая. Судьба. О, как встретить? Неожиданно. Когда не ждешь, тогда и встретишь. Это вопрос очень интересный, я считаю. Нужно просто-напросто быть коммуникабельным очень человеком. И для того, чтобы вокруг себя иметь массу знакомых всякого разного направления. Вот тогда и найдешь свою вторую половинку. Ну, судьба должна свести. Ну, я вот лично познакомился в интернете со своей второй половинкой. Ну, как-то заобщались, потом просто встретились. Ну, и до сих пор вместе уже давно. Ну, у каждого, я думаю, по-своему. У меня произошло на работе. Мы встретились с женой. В столовой на обеде. Ну, я уже встретил ее. Моя любимая супруга. Ее зовут Ксения. Нин, мод на валентинки-то не прошла еще? Нет, не прошла. Я думаю, это будет всегда актуально. Какие самые оригинальные валентинки, да? Кстати, говорили. Ну, сейчас пользуются популярностью съедобные валентинки. Когда делают валентинки из печенья, из каких-то бисквитов, торты. Из пельменей, я бы очень понравился. Смотрите, как вариант из блинов делают. Ну, то есть, очень большой вариант. В зависимости от того, что любит ваша вторая половина из еды, из того и можно сделать валентинку. Прекрасно. Либо такая коробочка в форме сердца, а там разные вкусняшки. Да, совершенно верно. Конфеты, вот эти пирожные. Это вообще сейчас очень популярно. Тренд буквально. Заказов очень много именно на такой вариант поздравления. Нин, сами-то отмечаете День влюбленных. А то я понимаю, вот работа, работа, вся в работе. Для вас идеальное отмечание Дня влюбленных. Видимо, вот эти прогулки в лесу, на набережной вертолета. Насмотрелись на это? Вам что ближе? Да, посмотрели. Но, тем не менее, мне такой же абсолютно вид и ближе. Провести этот день оригинально со своим любимым человеком, любимым мужем. И главное, чтобы в этот день было хорошо обоймы и хорошее настроение. Потому что, на самом деле, даже если нет у человека возможности куда-то выехать, он и дома в уютной атмосфере может создать прекрасную атмосферу Дня влюбленных. Вот, прекрасное окончание нашего разговора. Нин, спасибо вам большое. Вам тоже спасибо. А мы продолжаем. Впереди нас ждет романтичная особа Елена Шишкина, которая побывала в пасти акулы, осталась целой и невредимой. Не верите? Смотрите ее сюжет. Все чаще в погоне за оригинальным селфи мы готовы залезть в пасть к тигру, но тольяттинец Олег Коршунов предлагает сделать это без угрозы для жизни. На выставке 3D-фото, которую он организовал, белая акула будет держать пасть открытой столько, сколько требуется. Получится, что у вас акула, она как бы не гусила, а... Как бы просто ущипнула чуть-чуть, да? Вот сейчас. То самое место, можно? Да, да. О! Так, чуть-чуть, вот-вот-вот, уже лучше. Уже лучше? Да. Здесь улыбка или жуть? Жуть. Вот, раз. Так, на меня еще надо смотреть. Вот, еще разочек. Замечательно. Конечно, эффект 3D придуман другими, но Олег и его сын считают, что мало владеть знаниями, важно уметь их использовать. И к этому неплохо прибавить умелые руки и природное чувство прекрасного. Как сын художника, Олег уверен, что все это у него есть. Именно вот изюминку выложить, это уже здесь надо, ну, вкус иметь. Все фото, использованные на выставке, Коршунова приготовили сами. Частью из собственных снимков, сделанных в Сибири на малой родине. Частью из изображений, найденных в сети, но обработанных до необходимых параметров. Разрешение, оно чем выше, тем лучше. Ну, например, здесь у нас разрешение где-то 200-250 пиксель на дюйм. Если делать разрешение меньше, то получается некачественная картинка, она будет нечеткая, будет смазана и будет неинтересна. Дальше идет обработка каждой детали. Вот, например, если здесь усы, или еще чтобы они были сделаны так, что действительно, вот, это не фотография, вот, как будто, а настоящий, вот, живой зверь. Кропотливая обработка каждого сантиметра позволяет добиться эффекта объемной картинки. Есть рамка, а была, там, вот, ну, сделана вот, типа, вот, и картина, а из нее вышел он и как бы смотрит, куда ему дальше идти. И получается вот объем. Ну, это вот по-плоски. А есть у нас там вот картины, это на 3D. Они сделаны угловые. То есть суть в чем, что в центре картины, когда находится вот этот человек, то получается действительно объемная вот эта картинка. Ну, а добиться высокого качества печати на баннерном холсте для внутренних помещений – дело техники. Так, снимаем. Так, отлично. Удивительно, но желанный эффект 3D не бросается в глаза зрителю, пока его глаз не вооружен. Картинка обретает глубину только сквозь фотокамеру. Самые оптимальные здесь варианты съемки – это вот как раз где у нас находятся следы. Это мы потому что выбирали еще опытным вот и путем, где самый максимальный объем идет. Олег надеется, что благодаря современным технологиям визуальных чудес на его выставке прибавится. Мы хотели увидеть там изюминку такую, чтобы ни у кого нет, но мы немножечко вот и не успели. Мы хотели сделать еще большие голограммы, где живые, значит, вот и животные ходят все. Но это будет в следующем выставке. Первую в области 3D-выставку ищите в Кривическом музее Итальяти. Елена Шишкина, Алексей Гринев, «Утро губернии». Ну а следующая наша рубрика, нами очень любимая, это «Гороскоп». Смотрим. Овин, сегодня у вас особая роль. Приготовьтесь проявить мудрость и терпение. Возможно, вам придется погасить серьезный конфликт между коллегами. Только постарайтесь не оказаться между двух огней, чтобы не остаться виноватым. Телец, самое время прокачать мозги. Найдите для них работу, решайте задачки, учите иностранные языки. Только не ленитесь, ведь интеллектуальные упражнения активизируют обмен веществ и даже улучшают работу сердца. Близнецы. День хорош для романтики. Возможно, успехи на личном фронте, но постарайтесь не хвалиться победами перед своими приятелями. Поделиться тайными переживаниями стоит лишь с самым близким другом или с родителями. Рак. Госпожа Фортуна будет сегодня на вашей стороне. Но старайтесь полагаться не только на удачу, но и на свое трудолюбие. Отношения с деловыми партнерами, коллегами и педагогами сегодня будут стабильными, и вы сумеете запланировать несколько выгодных проектов или сделок. Лев. Начните воспитывать себе трудолюбие. Главное, чтобы работа была посильной, и вы увидели результаты труда. Они вас очень порадуют. Да и ваше окружение возрадуется вашим успехом, и это принесет дополнительный стимул двигаться дальше. Дева. В последнее время вас тянет на сладенькое? Хочется пирожных, тортиков и конфет? Ну так позвольте себе немного. Побалуйте себя. А если вы устроите для всей семьи чайпитие с чем-нибудь вкусненьким, то это пойдет всем на пользу и вашим отношениям с домочадцами в первую очередь. Весы. Обратите внимание на свой рабочий стол. Быть может, пора провести там генеральную уборку. Помните, порядок на столе, порядок в голове. Скорпион, очень может быть, что коллеги по работе вас сегодня не поймут. Им не придется по душе ваше стремление свернуть горы и перевыполнить план. Не переживайте, действуйте. Когда все увидят результаты вашей работы, они не просто одобрят ваши действия, но и позавидуют вашему успеху. Стрелец. Не минуты покоя. Пришел новый день, а это значит, у вас опять такая куча дел, что вас даже не видно за ней. Не переживайте, вы со всем справитесь. Просто надо урегулировать график и распределить время на действительно важные дела, откинув второстепенные. Козерог, вам следует остерегаться большого скопления людей и шумных компаний, особенно где много незнакомых людей. Высок риск, что кто-то вас обманет или попытается обокрасть. Берегите себя и свой кошелек. Водолей, день хорош в финансовом плане. Дела идут в гору, но расслабляться рано. Это только начало пути. Вам следует очень осторожно относиться ко всему, что происходит вокруг. Помните, что доверять можно только проверенным людям. Остальных не обязательно посвящать свои дела и планы. Рыба, научитесь брать на себя ответственность и не прячьтесь за спины коллег, ведь вы справитесь с любым делом. Сегодня желательно внимательно отнестись к новой информации. Она даст возможность заработка в будущем. Друзья, мы прощаемся с вами до завтра. Ешьте конфеты, дарите друг другу медведей и валентинке. Отмечайте, как следует. До завтра, дорогие друзья. Всего вам хорошего. С вами был Александр Кондратьев. Лина Шахова. Пока-пока. Пока. Ой, Линка, вот мне кажется, все-таки 14 февраля только между нами. Ты ну какая-то сладковата. Сю-сю-сю, мупусю. Вот скоро 23 февраля. Мой праздник, действительно. Да, да, конечно, да. Тапки, пен для бритья носки. Ну а что, пригодится? Да, самое пригодится. Благодарим фитнес-клуб Киноп-Велнос за помощь в проведении съемок. За подбор одежды ведущих программы благодарим стилисты-имиджмейкеры Анастасию Камышеву, а также магазин Italy Store и бутик одежды Этуаль. Субтитры создавал DimaTorzok